Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня я начинаю цикл фильмов об изготовлении очень сложной и очень крупной для моего ремесла композиции. Вы помните генерала-знаменосца Лейбгвардии Конного полка Российской империи? Он произвел положительное впечатление на коллекционеров и на работников музея. Им не был заказан второй воин, трубач того же полка. И вот третья работа по той же теме, но со смещением с середины XIX века до начала XX. Если бы все три фигуры могли оказаться вместе, то их можно было бы обобщить, несмотря на разницу во времени, и назвать триптихом о доблестных воинах-кавалеристах дореволюционной российской армии. Может быть, когда-нибудь так и произойдет в жизни, а я в конце этого цикла позволю себе виртуальное совмещение всех трех композиций. Приятного просмотра! Когда я узнал, что леталщик-всадник, то есть сидит на коне, я понял, что пришли за мной. У каждого есть свои слабости. Кто-то пытается их скрыть, обойти, кто-то устранить упорным трудом, кого-то это не трогает. Одно из моих слабых мест в работе – это анималистика. Я боролся с этим недостатком все 25 лет резьбы по бивне. С некоторыми животными у меня неплохие отношения. Они позволяли себя резать, конечно, в хорошем смысле слова. И я легко и без боязни вырезал птиц, рыб, змей. Из четвероногих я не боялся только свиней, но их никто не заказывал. Собаки и кошки, слоны и носороги, олени и лоси, а особенно тигры, львы и лошади, всегда были для меня неразгаданной загадкой, тайной, каким-то неученным предметом, не сданным экзаменом. Только пять лет назад я сделал первых своих львов в композиции «Сон старика». И хоть я не был доволен результатом, но понял, что могу лучше. И что если придется, сделаю. В всяком случае, бояться не буду. Лошадей в полный рост не делал никогда. Только бюсты в шахматах и барельефы. Это совсем другое. И вот на горизонте появились мои лангольеры. Они пришли за мной. С чего начинается работа? Если эта работа не на заказ, то либо с идеей, либо с куска бивня, который просит, чтобы его обработали. Освободили скрытого и тамящегося в нем условного буратино. А если на заказ, то тут бывает по-разному. Иногда просят сделать что-нибудь. Что-нибудь на какую-то сумму. Что-нибудь на какую-то тему. Что-то красивое для какого-то человека. Что-нибудь необычное, экстравагантное. Нечто для определенной утилитарной задачи. В этих случаях думаю я. Но большей частью заказчик знает, что хочет. Представляет фотографии, видео, тексты, на которые я должен буду опираться. Подробно описывает задачу. Размеры, материалы. Заказ летарщика заставил думать и меня, и заказчиков. Причем думать меня заставило не только и не столько отсутствие опыта в резьбе лошадей. Первоначально задача звучала так. Летаврщик конного полка русской армии примерно периода 1900-1914 годов на коне, закрепленными в районе шеи коня, двумя летаврами. Масштаб определялся ростом всадника, который в положении стоя должен был быть не менее 21,5 см. Вот с этой величины началась предварительная работа. Работа, которая лишь должна была дать ответ заказчику, возьмусь ли я. Возьмусь ли я. И не потому, что я боялся ваять коня. Я запретил себе думать об этом. А потому, что не знал, подойдет ли для него мой самый большой и самый чистый кусок бивня. Ориентируясь на всадника, нужно было определить размеры коня. И я начал изучение предмета. Сначала выяснил, что кони под летарчиками были крепче и крупнее других по нескольким причинам. Во-первых, из-за нагрузки из двух огромных барабанов, основой которых были медные котлы или сделанные из сплава меди. И мощного всадника. В тяжелую кавалерию отбирались крепкие парни, ростом не менее 180 см. А на то время это был гигантский рост, когда средний был сантиметров 160. Это как сейчас под 2 метра. И плюс его вооружение. Во-вторых, крупные кони были спокойнее. Это очень важно было. И в бою, где все громыхает, да еще и летавры. Это же кошмарные децибелы, как у нескольких недовольных львов, прямо на ушах у лошади. Ну и еще в связи с тем, что летаврчик располагался либо впереди, либо сбоку, на очень на видном месте построения, то конь его должен был производить нужное впечатление. И на параде, и в бою. В царской армии, в общем, много внимания уделяли эстетике. Яркие мундиры цветные, украшения на знаменах, рюшечки, подушечки. Украшения не только на знаменах, но и оружие. И при подборе воинов имел значение не только рост, но и даже цвет волос. В общем, красота, Ваня, неописуемая. Я, конечно, лошадей видел в кино и вживую. Даже моя дочка проходила курс верховой езды. Это как у нас один парень, он хвастал, как он видел какую-то драку. Кто-то кому-то набил морду, мы его назвали бывалый. Вот и я тоже видел дочку на коне. Ну, сейчас мне нужно было снова взглянуть на лошадей вживую и уже другим взглядом. Так сказать, более внимательно, тщательно присматриваясь к деталям. Как красиво. Княжи. Вон они. Теперь покажем вид весь, всю панораму, где мы находимся. Привет. Не бойся. Я тебя фотографирую. Мой новый заказ скульптуры барабанщика на коне занес нас в тридевятое царство. На княже стаянии под Абуховым. Еле добрали сюда. Ну, если в Киеве дороги никакие, то здесь только на лошадях и можно ездить. Ну, не зря. Здесь больше 20 разных пород. И мне это очень нужно для того, чтобы вылепить, а затем вырезать из бивня коня. Ну, большую часть моих съемок я показывать не буду. Это чисто технический материал. Но поездка очень интересная. О, это его плечи широкие. Даже сравнить нельзя с теми. Смотри, шея мощнейшая. Какая шерсть. Грудные мышцы, смотри. И вот это у него задница за 60, наверное. А коленные суставы, посмотрите, на задних ногах какой толщины. Сантиметров по 12. По 13 даже, наверное. Вот это тяжеловоз. А уши, смотри, как он душами туда и обратно. Видишь? Раз. Вот так. И главное, что у него прическа впереди. Ему это не мешает. Он знаешь, он красивый. Ой, красивый. Очень красивый. Или ты красивая? Посмотрим, ты он или она? Вон, это парень. Это парень молодой. Пойдем на того шара посмотрим. Посмотри-ка, он как бык. Настоящий бык. Вот это мышцы. Это он еще не очень высокий. Это такой, средний, знаешь. Метр шестьдесят. Но он очень мощный. Копыто постряков размера копыта. А сзади, смотри, какая пора себе такая. Мамонт. Это мамонт. Не зря тому кличку дали мамонт, помнишь? Что, интересно, самсон был, а стал мамонт. Шапку сними. Ой, вот шмырк. Ой, хорошо на природе. Ага. Почему мне сидишь едой? Колбаска любительская. Это салатик из сыра и яиц. И чеснока. М-м-м. Небесная радость. И вот тут целое стане коной. Они так воняют. Такие красивые, что воняют. Нормально. Что можно усоверить. Все. Мы там пошли с Андреем в одну клетку с нашадями. Она вроде как свободная и близко может подойти к шайру. Мы пошли, а Андрей говорит, ты не заметил, папа, что мы идем по говну? Говорю, как? Теперь я говорю, нет, а сплошной. Теплый, горячий даже чай. Да. А сейчас холодно. У меня руки задубили. Я чувствую, что я не знаю. Градусы 2-3 наверно. Для того, чтобы дать ответ заказчику, мне нужно было пролепить коня. Продумать крепление отчлененных частей. Хотя обычно такую работу я делаю уже после получения заказа. Ну вот такая ситуация. Итак, конь, который весил от 650 до 1000 килограмм, в нашем масштабе должен иметь соответствующий размер. То есть минимум 192 миллиметра в холке. А лучше больше. У меня только один большой кусок бивня, в который, возможно, могла бы влезть лошадь из двух частей и без хвоста. В длину он порядка 400 миллиметров. В основании такой треугольный эллипс 140 на 160 миллиметров, который доходит до верхнего среза уже развернутым и с размерами 95 на 115 миллиметров. Вес около 10 килограмм. Это потенциально пригодный кусок. И в данной ситуации он абсолютно уникален. Хотя существуют куски такого же качества и покрупнее. Но в этом я уверен. Он пролежал у меня лет 10 и остался в отличном состоянии. И вряд ли я взялся бы работать с чужим бивнем. Историю хранения которого после добычи я не знаю. И даже если бы был человек, которому я доверяю, я не смог бы привезти бивень такого размера и качества из России. В сегодняшних политических, как говорят, реалиях. В Украине я уже освободил от времени бивней всех бывших советских геологов. И очистил гаражи их детей и внуков. Переработав около 700 килограмм бивней. Поэтому пока не знаю, что сказать заказчику. Пластилин покажет. Леплю я в соответствии с эскизами, которых наделал немало. В теоретическом поиске подходящие для моего куска постановки и размера коня. Ну и естественно на базе приобретенных в няжеских конюшнях знаний. Эскизов много. Советовали с работодателем. Мы договорились точно не выдерживать черты, пропорции какой-то определенной породы. Шайра или Першерона. А операция сделать прототипом изваяния, которое носит название коня Леонардо да Винчи. Немного позже я расскажу историю этого поразительного произведения. Ну и размеры коня, я уже говорил, не менее 192 миллиметров в холке. Коня решили сделать стоящим на задних ногах с поднятыми передними. Такая постановка коня близка к позиции Левада. Это элемент высшей школы верховой езды. Эта поза широко эксплуатируется скульпторами всего мира. Такие постановки выразительны и монументальны. А главное, не запатентованы. Их можно повторять, не боясь, что тебя обвинят в плагиате. Но у нас не классическая поза. Она близка, но отличается. Круп не завален назад, чтобы удержать равновесие. Это некое промежуточное положение, когда конь не по команде, а сам поднял передние ноги, поджал их по-разному и не завалился на задний, а лишь чуть присел. Ему что-то не понравилось, и он встрепенулся. Может быть, старый летавчик промахнулся и попал своей колотушкой по загребку. А может, конь учил запах любимой кобылы. В любом случае, поза динамична и выразительна. И что для меня сейчас немаловажно, это поза выгодна. Потому что задняя часть коня получается при такой посадке чуть ниже. При том же размере коня. А для нас каждый миллиметр на вес золота. А передняя часть с одной поджатой и одной под углом полураспрямленной ногой, располагаясь в верхней части бивня, удачно накладывается на круг в нижней части. За счет того, что задняя и передняя части находятся в разных плоскостях. То есть, таким образом, я использую, так сказать, первое отсечение. Разворот эллипса. И это также делает раскрой более рациональным. И, надеюсь, позволит вырезать коня с максимально возможными размерами. Вот примерно такая схема, которую можно разобрать и прикинуть, смогу ли я вырезать из того куска две половинки коня. Вот это основание бивня, оно будет срощено, заодно сделано с задней частью коня. Это что-то вроде хорошего тона. То есть, оставить естественный срез бивня. Не срез, а вот здесь кора будет видна. И оно будет заодно с задней частью. Вот эта вот конструкция позволяет портилке подиума менять положение коня в пространстве. И подобрать таким образом, когда будет садник, наилучший угол наклона. Еще раз по схеме. Задняя часть отдельно, передняя. Здесь вставка, которая совершенно безболезненно может быть вклеена, потому что здесь вот два ремня подпруги. И седло, которое закроет заниженную часть вставки, оно будет сделано из другого материала. Скорее всего, из черного дерева, из эбэра. Ну, хвост отдельно, это понятно. Я нарезал шаблоны. Примерял это все многократно. Ну, вижу, что конь может поместиться в моем куске бивня. Может не обязательно поместиться, но заказ я беру. Надеюсь, даже не знаю на кого. Просто подошел адреналин. Повелась какая-то уверенность, что получится. И я вижу бивень уже разрезанный. Не в силах удержаться от желания его разделить. Вот эта линия поможет мне ориентировать бивень под пилой. Приехал в большую мастерскую, где меня ждет и подбадривает мой друг. Ленточнопильный станок Корве 34. А я не нуждался. Не станешь же упрекать друга за желание помочь. Вспоминаются сентиментальные лирические строки стихотворения Кочеткова. Как больно, милая, как странно, сроднясь земле, сплетясь ветвями. Как больно, милая, как странно, раздваиваться под пилой. Но это же не о том. Там разрезают любовь, жизнь. А здесь я же разделяю, чтобы соединить, создать, вдохнуть в отмершие десятки тысяч лет назад ткани новую жизнь. Это как в сказках «Мертвая вода перед живой». Но если даже предположить, что я идеально точно прочувствовал головой и сердцем части коня в куске бивня, а это не факт, то бивни еще нужно точно разрезать руками по криволинейной поверхности с отклонением в некоторых ключевых местах от расчетной траектории не более 2 мм. Это при том, что ширина реза около 1 мм. И если я ошибусь, не получится ни передняя, ни задняя половина коня. То есть заказ будет обречен и превосходный кусок бивня будет неоправданно, раздвоенно, специфически по форме куски, которые еще долго будут ждать в очереди на получение новой жизни. Но об этом я не думаю. У меня же адреналин. И мы с короветом разрезали бивень правильно. Еще будет масса подходящих моментов, чтобы испортить работу и в анатомии коня и человека, и в постановке всей композиции, и в гармонии цветовых решений, и в исторической достоверности, и во многих других аспектах. Но разве была бы жизнь так захватывающая и интересная, без сложных задач, без риска? Сейчас я еще обдираю в заготовке большой мастерской, но мыслями я уже на своем балконе. Я слышу, как что-то стучит внутри бивня. Я знаю это. Бьет копытом мой конь. Он рвется на свободу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова